Здравствуйте! Я преподаватель кафедры менеджмента и туризма Ахмедова Галия Базархановна. Предлагаю вашему вниманию лекцию по дисциплине «Деловой этикет в сфере туризма». Тема лекции «Нравственные идеи современного этикета». Цель лекции – знакомство с определениями различий и сходства видов этикета. Слово «этикет» и «этика» воспринимаются как близкие по значениям. Слово «этикет» заимствовано из французского языка, а «этика» из латыни. Что такое «этика»? Этика – это философская наука, объектом изучения которой является мораль, а центральные проблемы – добро и зло. Этика выясняет место морали в системе других общественных отношений, анализирует ее природу и внутреннюю структуру, изучает происхождение и историческое развитие нравственности, теоретически обосновывает ту или иную ее систему. Этика – это система норм нравственного поведения человека или группы людей. Что такое «этика»? Этика от греческого «этика» и «от» – это обозначает нравственный характер, то есть учение о нравственности и морали. Термин впервые употребляют аристотелем как обозначение особой области исследования практической философии, ибо она пытается ответить на вопрос, что мы должны делать. Этика исследует, что в жизни и в мире обладает ценностью, ибо этическое поведение состоит в осуществлении этических ценностей. Наука о нормах поведения «этика» – это добро и зло. Добро – это стремление к человечности, умолюзму, улучшению жизни. Зло – то, что противоречит добру. Насилие, обман, поблость, воровство, хулиганство, жестокость, предательство, доносительство. Как возник этикет? Это знакомое нам слово «этикет» стало общеупотребимым в XVII веке. Дело было так. Однажды, на одном предборном приеме, в те времена как расправил французский король и люди в XIV, гостям раздали карточки, на которых перечислялись некоторые приемлемые правила поведения. Чем двусмысленнее ситуация, чем больше опасность быть непонятой, тем больше необходимость декламентировать отношения между людьми. Поэтому не случайно первенец этикета – это дипломатический этикет. Каждая правящая династия создавала вокруг себя сложный церемониал с определенной степенью торжественности. На основе придворного этикета, только в более простой форме, формируется общий гражданский этикет. Современный этикет является очень большой и важной частью общечеловеческой культуры, морали и нравственности. Современный этикет унаследовал обучаи и традиции всех народов от седой древности и до наших умений. Древняя Греция Древние греки придавали большое значение международным государственным отношениям. Они активно развивали дипломатические этики, создав там сложную цепь необходимых ритуалов. Именно в это время наблюдаются первые попытки научить людей красивому поведению. И девизом каждого грека провозглашается жить разумно, просто, избегать излишеств и крайностей во всём. 14 и 17 век. Кодекс рыцарской чести. Кодекс чести предписывал рыцарю соблюдать сложные этикетные процедуры. Освещение в рыцаре, объявление войны и участие в турнире, служение сеньору. В эти романтические времена девизом рыцарей становятся слова верность, мужество, отвага, удел дамы, скромность, верность и покорность. В те времена, что молодой человек, начинающий самостоятельной жизнью, должен обладать четырьмя качествами. Это добродетелью, мудростью, благовоспитанностью и знанием. В чём же состоит практическое значение этикета? Этикет позволяет людям без особых усилий пользоваться уже готовым формой вежливости, принятой в данном обществе, различными группами людей на различных уровнях. Этикет в наши дни, современный этикет, расписывает поведение людей в пруду, на службу, в общественных местах, на улицах, в гостях и на различного рода официальных мероприятиях, приёмах, церемониях, переговорах. И, так как мы уже говорили, что каждая династия создавала вокруг себя определённую степень торжественности. Хотя и этикет выражает содержание тех или иных принципов нравственности в традиционном обществе, он, как правило, становится ритуалом, имеет чисто внешнюю, оторванную от всего нравственного содержания формы. Это особая игровая форма поведения человека в общении, когда участники диалога будут соответственны своему социальному статусу. В современном обществе этикет значительно упрощается, демократизируется, становится более свободным и естественным. Виды этикета. Есть деловой этикет, который регламентирует поведение людей, связанное с выполнением неслужебных обязанностей. Есть неофициальный светский этикет, он упорядочивает общение в сфере досуга, удовлетворения материальных и духовных потребностей. Например, при приеме пищи, подворье элементов одежды, организации торжеств и так далее. Четко разделить деловой и неофициальный этикет бывает, конечно же, в иных случаях затруднительно. Как мы уже сказали, виды этикета. Это придворный этикет, строго регламентируемый порядок и формы обхождения, установленные при дворах монархов. Дипломатический этикет, правила поведения дипломатов и других официальных лиц при контактах друг с другом на различных дипломатических приемах, визитах, переговорах. Воинский этикет, сбор общепринятых в армии правил, норм и манер поведения военнослужащих во всех сферах их деятельности. Общегражданский этикет, светский, совокупность правил, традиций и условностей, соблюдаемых гражданами при общении друг с другом. Как говорили, есть шесть заповедей делового этикета, как сказал ягер. Делайте все вовремя, не болтай лишнего, будьте любезны, доброжелательны и приветливы. Думайте о других, а не только о себе. Одевайтесь как положено, говорите и пишите хорошим языком. На этом у меня все. Спасибо за внимание.